МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире канала культура программы Наблюдатель. Сегодня ее доверили вести мне. Меня зовут Андрей Максимов. Вы знаете, программа Наблюдатель с большой осторожностью относится к театральным премьерам. И мы не хотим рассказывать про все, и мы не хотим рассказывать про те спектакли, которые с нашей точки зрения не являются театром, а наоборот являются, скажем, журналистикой, публицистикой, чем-то еще. Но зато, когда появляется что-то, что, как нам кажется, потенциально может быть интересным и интересным театром, мы обязательно создателей таких спектаклей зовем. И я думаю, что вы не удивитесь, что мы позвали сегодня создателей спектакля «Демон» в Московском театре имени Ермолы. Создателей спектакля, художников этого театра. В прологе я всегда сдаю один вопрос всем. И когда вы на него отвечаете, я вас представляю. Вопрос мой очень простой. Кто такой демон? Или что такое демон? Вот отвечать как хотите. Про спектакль, про человека, про существо. Как угодно. Когда в студии присутствует дама, я начинаю с нее, Маргарита Толстоганова, актриса театра Ермолова, исполнительница роли Тамары. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто такой для вас демон? Что такое для вас демон? Мне кажется, все очень просто. И в то же время и сложно. Потому что демон есть в каждом из нас. Это наши пороки, на которые мы... А, которые мы спотыкаемся. Которые мы вверяемся в моменты слабости, когда нам не хватает времени на что-то. А мы разве пороги спотыкаемся, а пороки нас сразу наоборот нанесут по жизни? Несут. Хорошо. Пусть... Нет, я не знаю. Я спрашиваю. По поводу формулировки. Это как раз ко мне. Ну, мне бы сразу же опереться, может быть, на Тамару. И сказать вам самое главное по поводу того, что, как мне кажется, очень часто мы ставим какие-то цели впереди, пусть даже не цели, а хотим увидеть себя в каких-то определенных обстоятельствах. Мы зарекаемся, я хочу быть там. И несемся туда, не обращая внимания на то, что что-то нам внутри нас или извне подсказывает, говорит, что не надо, этого тебе не нужно. Но времени нет, и мы летим, чтобы добиться своего. И тем самым... Да-да-да. Что-что-что? Я думал, как интересно репетировать. Сейчас был вздох какой-то. Как интересно репетировать, я представляю себе. Это же такие разговоры. Да-да-да, продолжайте, извините. Я могу? Да. В ажиотаже в личном. А может быть, это уже неверно, может быть, нам это уже не нужно. И внутренние какие-то страхи, мы не прислушаемся к ним. Я уже, я повторяюсь, потому что нет времени. То есть мы себе это застолбили, мне нет времени, мне нужно этого добиться. А может быть, это мне и не нужно. И вот это и есть, мне кажется, в первую очередь, наши первостепенные ошибки. Мы продолжим еще раз. Просто я хочу, если ваше позволение, чтобы еще кто-то сказал. Да. И мы продолжим. Олег Евгеньевич Меншиков, известный вам всем человек, режиссер, актер, художественник, директор театра Ермова. Прежде чем я спрашиваю про демон, такой опропавый вопрос. А что вы испытываете, когда вы смотрите, как говорят актеры вашего театра? Какое ваше ощущение? Я слушаю. Какое у меня ощущение? У меня такого, как бы, ваши дети отчасти. Волнение. Чего это не мои дети? Нет, они слушают в театре, которым я руковожу. Все, вопрос, вопрос снят. Кто такой демон? Я так позимнее. Для меня это роль. Для меня это та роль, вот, знаете, есть роли, которые притягивают тебя на всю жизнь. Вот многие артисты, которые играли Гамлета, мне рассказывают, что вот она притягивает нас всегда. Вот то же самое у меня произошло с демоном. Вот как Михаил Юрьевич писал его 10 лет, практически с 13 лет своей творческой жизни, 10 лет он писал демона. Восемь редакций. И вот так же, сыграв один раз демона, я... Вы знаете, можно относиться по-разному к Лермонту. Вот это, знаете, Пушкин и Лермонтов, Ахматова и Цветаева, там, я не знаю, Ленин и Сталин не к ночи будут помянуты. Но вот это вот и убирается, когда есть демон. Потому что даже если чуть снисходительно относиться к Лермонту, не ставить его в первый ряд русских поэтов, не признать демона, поэму демон, шедевром мировой поэзии невозможно. Потому что это действительно шедевр. Мне кажется, вообще очень хороший поэт. Наедине с тобой было очень хороший поэт. Безусловно, безусловно. И вот эта вот история, вот она, она для меня вот существует каким-то магнитом. Я вот говорил, что там вот здесь три основополагающих для меня слова. Печальный, изгнание и презрение. Вот эта вот история, он сослан, да? Но он не в ад сослан, он в некий космос. Он летает, да? Может быть, это и есть ад, когда ты один по огромному пространству летаешь. Но вот какая-то, какая-то сила притягательности. Я уверен, что это не богоборческое произведение. У меня нет, вот нет, нет мысли, знаете, какие демоны в нас бродят. Мне вообще кажется, Михаил Юрьевич не этим занимался, пробуя писать это в течение 10 лет. Он что-то искал. Он же сложный очень был человек. Очень сложный, очень злой, как когда говорили, злоречив. Он всегда находил в компании какую-то жертву, измывался над ней в течение всего. Это исповедь? Его? Да. Не знаю, я думаю, это попытка размышления. Это не исповедь. Я вообще не уверен, что он был готов к исповеди. Хотя клятва демона, шедевр в шедевре, я считаю, которая написана была в каком-то, далеко не в первом варианте, это может быть и исповедь. У всякого спектакля есть режиссер, у этого спектакля тоже есть режиссер. Сергей Землянский, режиссер и хореограф. Демон какой-то такой для вас? Ну, сейчас это уже спектакль театра Ермоловой для меня, да. Что касается персонажа, мне кажется, демон – это не какой-то конкретный, конкретная субстанция или что-то еще, конкретный человек и так далее. Демон – это нечто очень большое, могущественное, сильное, не поддающееся какому-то контролю и так далее. Вы сейчас говорите про демона не про спектакль, а про демона… Про демона, да. Вообще. Вот я, честно говоря, сейчас так посматривал правее себя, потому что мне даже кажется, что это круче, чем Гамлет. Вот человек сыграл демона. Мне кажется, это потом еще мы с вами поговорим, как это у вас происходило. Сергей Кемпа, актер Московского драматического театра Ермолова и исполнитель роли демона. Кто такой демон для вас? Ну, для меня демон – это состояние души. То есть никакого я… Сразу, как мы начали делать, я уходил абсолютно от какой-то эфемерности, то, что это дух, потому что это не сыграть. Абсолютно состояние души, абсолютно современная сейчас тема. И мне кажется, Лермонтов, на мой взгляд, правит. Состояние души человека. В нем демон абсолютно, тема изгнания общества, и очень современно. То есть у него есть свои позиции, свои отношения к жизни, к женщинам. Но это никто не воспринимает. И очень, по-моему, современно. Сейчас люди одиноки такие, личности, грубо говоря. И единственное, что может спасти в данном случае – это то самое. Любовь, поэтому он всю жизнь, и у него есть все. Просто он странно как бы… ну, как бы он одинок. А скажите мне, Сергей, вот вы так репетировали, как мы говорим? Ну, то есть какой-то момент был, когда вы так вот репетировали? Или вы начали… Разговаривали? Да. Но не просто разговаривали, а вот мы сейчас разговаривали непросто. Это вообще… Четыре человека, четыре разных взгляда на демона. Мы говорили. Мы достаточно какое-то количество времени провели именно в рассуждениях, в мыслях. Да, потому что мне тоже было это важно, как артисты это воспринимают, как… что они думают вообще по этому поводу и так далее. Что я думаю, что-то мы там вместе пытались как-то это все объединить. Я бы нашел какие-то, так скажем, мнения, впечатления от разговора. Давайте посмотрим небольшой фрагмент из спектакля. Я думаю, что он вас, если вы не знаете про этот спектакль, вас немножко удивит. Давайте мы посмотрим, а потом вернемся в студию. Он небольшой, там две минуты идет. Славьи. 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Почему я сказал, что может вас удивить Меня, честно говоря, поразило Что это спектакль без слов Вообще спектакль без слов Это вы ставили материнское поле Но Лермонтов Собственно говоря, как мне наивному человеку казалось В Лермонтове слова И это очень большое значение Я сначала хочу спросить у артистов Отличается ли как-то подход к работе над ролью Когда есть слова, а когда нет слов? Ну, совсем два разных пути Потому что здесь мы все равно шли Сначала три месяца Мы репетировали, готовились физически Параллельно мы обговаривали Какие-то вещи Про что, чего Но спектакль Вот в данном случае Мы поставили Уже только когда вышли на сцену То есть до этого Как бы подготовка такая была Да, кстати, очень часто Были такие моменты Когда мы не знали, что будет И не знали, к чему мы идем абсолютно Но самое важное И это, конечно, сейчас Сергею Юрьевичу скажу Что в какой-то момент Я толком даже не могу сказать Когда именно это произошло Но произошло такое доверие к режиссеру Просто пришло Я вот говорю, я не знаю когда Оно появилось И вот эти слова То, что мы не знаем, что будет в итоге Они испарились Мы просто шли Пришло второе дыхание Мы просто идем Мы идем Мы постоянно были в движении Пусть, я повторюсь Мы не знали, к чему Но движение само Оно работало на нас Работало на этот спектакль И Ну, лично мне Как актрисе Мне очень это помогло В первую очередь доверие И еще к вопросу вашему Извините, я перебила По поводу того Как вы задали вопрос Про демона? Как вы сказали, да Кто такой демона? Как это, нет Чем отличается спектакль Пластический от не пластический? Чем отличается не спектакль А работа на спектакль Это работа на спектакль Кажется, что труднее Но по правде Когда есть искренность Когда все открыты Почти сразу же все у тебя в руках Ты чувствуешь, что Что, ну В общем Пластика Она же сразу же располагает на то, что Либо ты повторяешь движение Через секунду Ты забудешь следующее движение Потому что ты идешь головой Либо Ты искренний и открыт И все идет Идет, идет Набирает обороты Набирает свою силу и вес А потом, знаете, Андрей Я вам скажу Что это, мне кажется Очень серьезное испытание Для артиста в принципе Лишиться своего Основного средства выразительности Голоса Так раз у вас хотел спросить Мне очень нравится Я не оценил Но мне очень нравится Репертуар театра Ермолова Потому что Это репертуар театра Который уважает зрителя Он, видите, относится с уважением Он его не хочет Он его уважает Это, кстати говоря Сейчас не всегда бывает Вот к вам приходит человек К вам Который играл демона И говорит Вот хочу поставить Лермонтов Без слов Почему вы говорите да? Вот потому что Мне интересно было Вы не представляете Я Вот это я рассказывал Сергею Я когда смотрел Прогон Вы знаете Я не узнавал артистов Я не понимал Кто это на сцене Это артисты Трупы Которые Театра Которую я руковожу Я многих людей не узнавал Кто это танцует Кто это не танцует Кто это движется Я действительно не узнавал Потому что Некоторые из них Просто не предполагали В себе Движенческие способности И опять-таки повторяю Это действительно Очень серьезное испытание Это знаете Как играть на иностранном языке Поскольку этот опыт прошел Ты лишаешься Средства выразительства Своего основного Потому что Можно 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 Вот С этим Быть хорошим Но Тогда открывается Что-то Что-то Так безусловно Вот именно Вот именно Про это я говорю То что Сергей Успел сделать За столь короткий срок То что ребята Смогли Вот Выйти из этого Из этой ситуации Победителем Это много Значит Это лишний раз Доказывает Очень Для многих из них Что они артисты Потому что они Вышли из этой ситуации Ну не то что с честью А на мой взгляд С победой Потому что это очень красивый И очень Знаковый И очень нужный Для театра В этот момент Скажите мне Сергей Вот все Пропили Асану Вот теперь скажите мне Например И зло Наскочило ему Гениальное Ну невероятно Вот просто Как человек может Такие слова Непонятно Что такое Должно быть В спектакле Что вот Заменит это Вот гениальность Эти строки Что придет ему на смену Если этих слов Это я одно А там миллион Миллион гениальных слов Клятва 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 Да Да есть Что заменит ее Вот эти слова Что заменит Вы знаете Я не ставил задачу Пересказать Строка в строку Лермонтова Нет Ну эмоционально По уму По всему Что-то же должно Прийти на смену Слов нет А на смену Есть что Зло Наскучило ему Например Ну например Вот вместо этих слов Андрей Мне кажется Нельзя Ну И на Терево Высоком Не отразилось Ничего Ну как Это все Тогда мы занимаемся Иллюстрацией Да Это же неправильно А что Нет А что заменяет слова Вот слов нет А их заменяет что Я думаю Я думаю Я думаю что это больше всего Относится именно К эмоции Которую артисты Несут собственно Со сцены Да Для зрителя Что прежде всего Я как зритель сидящий В зале Я хочу Помимо того что Понять Что происходит на сцене Да И помимо этого Я хочу что-то испытать Да Что-то ощутить Там эмоцию Какую-то Сопереживание Сострадание Счастье Не знаю Слезы Смех Улыбку И так далее То есть мне кажется Для структуры Данной Данного спектакля Данного жанра Даже может быть Это Какой-то основной Основной момент При создании спектакля Чтобы зритель Не знаю Ощущал что Чтобы он не был равнодушен Расскажите Как приходит в голову Человеку поставить Лермонтова без слов Как это происходит Вы лежите на диване И думаете Как это происходит Не вы знаете При Не каждом Материал Ну не знаю Для меня По крайней мере Пока На сегодняшний день Ложится на то Чтобы его реализовать В том В том Жанре В котором Я сейчас Работаю Вот Но Есть категория Материала Да Там предыдущие Мои работы И демон Был мне единственным Предложенным Олегу Евгеньевичу Работой Вот Но При прощении демона Вновь Да Как бы Со школьных Со школьной И вспомнив Собственно Эту поэму При прощении Был момент Того Что Какие-то образы И картинки Они Ну Рождаются Что ли В голове Вот И ты понимаешь Это возможно сделать Вот я для себя То есть идет От картинок Вы читаете Текст И возникает Говоря картинки Может быть Но Это грубо говоря А вы вообще Не вмешивались Нет Сказали Я увидел На прогоне Нет Я только на прогоне И увидел Это так вообще Принцип такой В общем да Ну как Если я зовут человека Я ему доверяю А вмешиваться Ну вы знаете Мне кажется Это даже как-то Это неправильно Вообще Ничего Не приходит Репетиция Ничего Нет Ну мы посмотрели Потом поговорили С Сергеем Там сошлись На каких-то вещах Ну это уже Вы посмотрели Готовы Естественно Скажите мне пожалуйста Сергей Вот человек сыграл демона Любая роль влияет Я так понимаю На актера Иначе бессмысленно В этой профессии сниматься Что становится Человеком После того как он сыграл демона Как он меняется Ну Глупо сказать Просто опытнее Ну во первых Сам демон Это у меня с детства То есть я еще со школы Почему-то Я плохо учился Но Прочитав демона Ну бывает Что вот Образ попал Ну просто попал И все время И даже врубили Я стал увлекаться Хотя вообще никакой Не имел отношения Ни к театру Ни читать Вообще не любил И как-то вот сейчас Он все равно Всю жизнь со мной следовал И когда вот сейчас Вот это получилось Я ощущаю Знаете Когда новые двери открываешь Для себя по жизни И ты видишь Становишься Ну не просто опытнее Ну глупо сказать Мудрее Ну как-то Свободнее Свободнее Да Потому что опытнее Нет Потому что Ну вот Ты стал больше понимать И по-другому Смотришь на те вещи На которые ты до этого Смотрел По жизни И не знал Что с ними делать Наверное потому что Доказал себе что-то Тоже А доказали себя? Да А вам нравится Как вы играете? Скажу так Вы знаете Я очень Трудно давал Второй Потому что Мне подсказал Олег Евгеньевич Очень много Это не ответ Это правильный комплимент Худруку Правильный Нет Я сейчас вывел бы К ответу На самом деле На прогоне К Олегу Евгеньевичу Это было ужасно И на тот момент Я не знал И кто этот демон Что это И вы знаете Он мне подсказал Говорит А ты вообще Текст-то знаешь? Я говорю Да нет так Учи Почему? Я выучил Как почему? Выучил клятву И у меня в какой-то момент Вот так вот Чик Я понял Я понял Про что это Я у меня вот как Все открылось Я увидел свет Вы заставили артиста Которые играют Пластический спектакль Вы не заставили Вы сказали Выучил Выучил В их группу У нас какое-то Особенное отношение А что с вами Сделала роль? Ну в первую очередь Был однажды момент И хочу о нем рассказать Я подошла к Сергею Юрьевичу После какой-то сцены И сказала Я себя такой уже видела Я боюсь Я боюсь Что в твоей работе Будет то Что когда-то На третьем курсе Я выдала И сейчас Ты будешь Удовлетворена этим Я боюсь этого Я не хочу тебя подставить И он сказал Ну он почти ничего не сказал Там минимализм был Мы обратно вернулись Что? Минимализм не грубый был? Нет Нет Минимализм бывает Это что я сказала Чего я боюсь Уже работает на меня И я не знаю Дальше потом Мы не говорили на эту тему Так откровенно Но какой-то результат Все-таки есть И я надеюсь Что может быть Очень верные шаги Самое важное На мой взгляд Это период Перед премьерой Если ты совершаешь Небольшие шажки То все хорошо А вам нравится Как вы работаете? Вам результат Нравится Я не могу Ответить Нравится ли мне Результат Я не видела Этот результат Мне нравится Процесс Мне нравится Мне Я вижу Со стороны Иногда Некоторые моменты И когда Возвращаюсь на сцену Если я не чувствую Того Что я видела Ну Когда смотрела Значит Что-то не туда Если я чувствую Легкость И Ну как Мне интересно Значит Пусть будет дальше Интересно Давайте посмотрим Еще один фрагмент Из этого спектакля Поскольку он у нас есть Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здорово Я вот такой очень люблю Но я не могу вас не спросить Вы думаете о том Кто это будет Вообще вас интересует Там будет Будет зрительский успех Что за люди Которые придут смотреть Демона в пластике Или это вопрос Который вас не волнует Нет Меня не может не волновать Этот вопрос Меня конечно волнует Этот вопрос Я очень хочу Чтобы на этот спектакль ходили Потому что он достоин Того Чтобы на него ходили А он рассчитан на кого Брррр Ну вы имеете ввиду что Возрастную категорию Вообще нет Ну на очень думающих людей Или не на думающих На интеллигенцию На людей любящих театр Ну знаете адрес невозможно Невозможно поставить себе Написать адрес на спектакль Невозможно Как я всегда говорю Что художник не обязан Значит он транслирует Каждый читер считывает То что ему надо В этот момент То что он чувствует В этот момент И чем он живет В этот момент Поэтому Кто придет Ну не знаю Ну во первых Те кто любят театр Те кто любят новое в театре Те кто Ну то есть вы рискуете Безусловно Можно же поставить комедию Бессмысленную А вы же так не делаете Почему так не делаете никогда Это не то что здесь сейчас не делаете Ну да Почему Ну вот что на это время-то тратить Лучше Народ Чтобы народ Касса Деньги Как Ну а что Мы дождемся Когда будет народ Касса Деньги На серьезные На эксперименты На то что непривычно Современному глазу Современному театру Почему дождемся Ну в смысле Воспитает их что ли народ Ну я не беру Не ставлю таких задач Перед собой Но Ну почему бы нет Ну будем Будем надеяться Что такое произойдет Что они не перестают Только хохотать А правильно я понимаю Что для вас При выборе спектакля Вашего театра Важен Самый главный Ваш интерес Ну как вам сказать Ну в общем Есть такой момент Но он всегда Чем-то очень аргументирован Потому что например Гамлета Когда я решил ставить Это потому что был Саша Петров появился Сделался для него Сергей когда появился Когда в череде названий Назвал демона Поскольку для меня Это такое Как я уже сказал Произведение Родное Я обрадовался Поэтому Ну Это не то что Вот я Что хочу То давайте ставить Во-первых Все приходят Со своими названиями Практически все режиссеры Вот сейчас у нас Новая сцена Будет открываться Все молодые режиссеры Которые будут там работать Я Очень редко Вот я знаю Что Вот у нас почему-то Не ставят Комедию Плаща и шпаги Да У нас не ставят Лопе де Вега Тирса де Малина Вообще в принципе Не ставят Почему-то Хотя Потому что не умеют Потому что Вот за он Какую-нибудь Развести На два с половиной часа Это умеют Когда уже Сидеть невозможно Более получаса А вот Поставить Лихую комедию Не умеют Понимаете Вот как они Во ВГИК поступают Кем вы хотите Понимаете Тарковским Никто говорит Гайдаем А кто сказал Что Гайда Это намного легче Поэтому Это вот Насчет комедии Насчет Чтобы легко Если уж ставить Комедию Тогда высокую комедию И в высоком Замечательном исполнении Скажите пожалуйста Сергей А вас интересует Зритель? Конечно Конечно В каком смысле Вы же под него Не подделываетесь Я Ну я не могу сказать Что я подделываюсь По зрителям Я стараюсь По крайней мере Думая о том Что это было понятно Сегодняшнему зрителю Понятно Что каждый человек В меру Каких-то Не знаю Фантазий Возможностей Либо лишен Либо наоборот Избыточен Вот Но я учитываю То что это будут смотреть Люди Не сугубо профессионалы Да Там В движенческом театре В балете Или просто В драматическом театре Это же большая сцена Да Это основная сцена Это большой завод Вот Я учитываю это Но Не могу сказать Что я делаю это Для какой-то конкретной публики Хотя я должен вам сказать Что мне кажется Что Сергей Несмотря что это Какая третья у вас работа Да В Москве Ну так Какая самостоятельная У Сергея У Сергея уже Мне кажется Появился свой зритель И это очень ценно Когда у режиссера В общем-то Ну как так Начинающего Еще не Ну три спектакля Это в общем Действительно немного У него действительно Появился уже свой зритель Я это видел на прогоне Потому что Я понимал Что это люди Пришли на землянского И пришли на демона Они знали Куда они идут Они не просто так Прошли мимо Тверской Хочет делать нечем Пойдем зайдем Поразительно Вы рассказываете вещи Я хочу вам задать вопрос Который бы я вам не задал Если мы говорили бы О чем-нибудь другом А когда мы говорим О демоне Я вам задам этот вопрос Вы зачем артисты? Вы пришли в профессию Артистическую Зачем? Давайте с вас начнем Зачем ты пришел В эту профессию? Мне кажется Это самый главный вопрос Вообще Да Мне кажется Его все себе задают Вот И как отвечаете? Это то без чего Я не могу Это мой наркотик Так же как Всю жизнь я играл в футбол И я не могу без этого И это абсолютно То же самое То есть Это то ради чего Играть Я болельщик Я очень люблю футбол Но играть демона И забивать гол Это то же самое? Спорт Театр Это вообще то же самое Как Лобановский В принципе говорил Как и Борисов Писал в свои книги Он сравнивал абсолютно Он как Лобановский Водил Динамо Киев На его спектакли Это не буду вдаваться В общем Это то без чего Невозможно То есть ты от этого заряжаешься Ты можешь отдать Перезарядиться Я не знаю Перезагрузиться И это есть твой шанс Как высказаться А не хотеть себя Освободиться То есть это все Почему вы выбрали театр А не футбол Потому что у нас Когда я закончил спортшколу Не буду говорить какую Бросили деньги Чтобы пойти дальше Участвовать в просмотре Чтобы куда-то попасть Я буду уже в театре век дольше Представляете? Что вы такое говорите? То есть если бы у вас были деньги Вы пошли бы в футбол? Дальше бы Ну как я всю спортшколу прошел Конечно И мы потеряли бы демона Видите? Отсутствие А нас двое У нас двое У нас два состава Еще страшного А вы зачем пошли в актрису? Повлияла ваша сестра? Нет Нет Я очень Очень многие мне говорили Иди Иди Ты такая Придумщица И так далее И так далее Я думаю это многим говорят И я наоборот Баранилась Нет Я не пойду А в конце В какой-то решающий момент Когда нужно было решить куда Я резко повернулась Резко изменила Потому что шла на математический в институт Сменила траекторию И поступила не с первого года К хефицу А почему? Вы пошли для чего? Мне кажется это все интуиция Мне кажется это просто что-то искреннее И я сейчас понимаю Что я не хочу от этого отказываться Что это больше чем Чем многое чего я встретила в жизни Это искренность Это потому что Нет Театр это искренность Да Потому что очень мало Когда ты встретишь партнера Который будет Который будет именно с тобой Которому это важно Здесь и сейчас Ну по-разному Все Вот задайте Ваш вопрос Многим актерам Я бы не первый Да И все конечно же ответят Ну на свой лад Да Мне кажется что самое важное Это когда есть партнер И когда И когда ничего больше И ты требуешь от него И ты добиваешься И ты добиваешься в итоге И так же отдаешь ему И Ну это самое дорогое Олег Евгеньевич Вас все Кому не лень Спрашивают Что вы сделали с театром Бесконечно Он задает вопрос Что мне кажется нерепым Потому что ну пойдите В театр и посмотрите Меня гораздо больше Интересует вопрос Что театр сделал с вами Вот вы руководите театром Уже довольно Какое-то время Вы сами понимаете Как Назначение было Достаточно неожиданным Как вы меняетесь Или не меняетесь Я же меняюсь Ну театр Лишил меня свободы Определенной Потому что я жил Так как я хотел Я планировал свою жизнь Так как я хотел Я Не подчинялся Никому Я подчинялся К своим желаниям Своим Интересам Здесь я Не могу этого делать Потому что Я ответственен Перед людьми Которые работают Ну короче Ну все Что связано С художественным руководством С директорством Это естественно Ставит тебя в рамки Тебя ущемляет В твоих Свободах Чего я очень Не люблю И все это Ради чего? И все это Ради того Чтобы попробовать Вы знаете Я решил попробовать Мне стало Мне стало вдруг интересно Вот как бросает меня Все время Туда-сюда Вот как я Ушел когда-то из театра Просто Просто я ушел Мне страшно Чего ушел Ты с Фокином поругался Ничего я с ним не поругался Просто ушел Из этого Причем театра Из этого Да Из этого театра Потому что надоело Потому что Я понял Что это вранье Что не может существовать Теряются критерии Да Вот человек Который Десять лет работает В одном и том же театре Он же не может Себя оценивать нормально Потому что Ну не может Потому что А потом пришли В этот же мир В этот же мир Но уже в несколько В другом качестве Потому что мне показалось Мне немножко надоедает Профессия актерская И мне очень нравится Профессия театрального Деятеля Вот я Себя сейчас определяю Как театральный деятель Мне вот это нравится Мне кажется Что я могу Организовать театральный процесс А поскольку Антреприза Это Которой я руководил Она Это замечательно Но все-таки Она не позволяет Ну сколько можно Дам Ну раз в два года Выпускать Какой-то спектакль Премьера Потом конючить Какой-то площадки Да Где-то хранить декорации Где-то В общем связано С этим очень много проблем Тут я этих проблем Лишаюсь И могу воплотить В жизнь Те свои Мечты Мечты И идеи И задумки Которые у меня В голове сидели Я как режиссер Ставил только У других режиссеров И я очень часто Сталкивался с завистью Режиссерской Не по отношению ко мне А вообще в принципе Что главный режиссер Завидует Приглашенным Очень часто У вас вообще этого нет? Ну по-моему нет По-моему нет Я наоборот хочу Чтобы они приходили Я жду Я жду Я все время говорю Что я жду Правда они все говорят Что они все боятся Что я страшный Какой-то Ко мне не подойти А те кто подходят Потом говорят Зачем? А почему все так Про вас говорят? Нет Жду Зову Мы сейчас вернемся К демону Таким неожиданным Поворотом Может быть для кого-то Ожиданным Для кого-то Неожиданным Олег Меншиков Репетировал роль Демона И играл в спектакле Кирилла Серебренникова Спектакль Как мы выяснили Прошел раз 10 И закончится Давайте сейчас Мы посмотрим Небольшой фрагмент Когда Олег Еще не был Художественным театром Вот он Его демон Давайте посмотрим И над вершинами Каф Под ним козбек Как грань алмаза Снегами вечными сиял И глубоко внизу чернее Как трещина Живище змея Бился Из лучистых даял И деревь крыгая Как львица С космотой гримой На фрагте И золотые Облака Из южных стран Издалека Его на север Провожай Скажите пожалуйста Рогин Чем отличается Ваш демон От демона нынешнего? Я там говорю Нет понятно Но это формально А посвозь образ этот Мне сложно сказать Чем он отличается Во-первых Я не видел себя Со стороны А вообще я думаю Что он особо-то Отличаться и не может А я думаю Что он и не может Отличаться Потому что То что Лермонтов туда заложил Оно настолько В общем-то Как ни странно Прозрачно В общем-то Настолько понятно Ведь Почему-то Мы сегодня разговаривали Почему он вызывает Сочувствие Демон Да? Почему? Вот почему? Он же не демон Он же человек Ах он демон Ну он уже забываешь Дух изгнания Так забываешь Ты что он демон Даже когда читаешь Забываешь Что он демон Ну да Естественно Нему же нельзя Относиться к герою Лермонтову Как к демону Это же человек Иначе тогда как Невозможно Читать историю Про какой-то такой демон Вообще непонятно Ну вам Крылья у него Его крыло Не шевелится Почему вызывает Сочувствие Не знаю Ну вы знаете Ну как Ну вроде как Все написано Все понятно Он же хотел измениться Хочу я Хочу любви Хочу молиться Да? Он хотел этого Хотел Но не получилось Неужели вот вам Вот скажите мне Я не скажу Было не жалко Этих слов Вот вы прямо Пронизаны этим текстом И вот вы смотрите Спектакль Где этого текста нет Ну жалко Ну и что делать Но это жанр другой Конечно Клянусь и небом Я и адом Земным творением И тобой Клянусь твоим Последним взглядом Я сейчас говорю У меня мурашки бегают Твоей первой слезой И вы наступили на горло Собственной Лермонтовской песни Ну это же не моя песня Это Сергея Сергея Риты Я хочу у вас Сергей Вот в одном Затуре я прочел Поставить спектакль С текстом Было бы слишком просто Сказали вы А стоит такая задача Что было тяжело Нет Я не к тому Это имел ввиду Не в плане того Что тяжело Что просто Там Через тернии Звезды Не в этом плане В плане того Что Достаточно много Драматических спектаклей Где естественно Основной Не достаточно много В общем Сейчас есть Да экспериментальные Что касается Моей спецификой работы Мне Не знаю Ну по крайней мере На сегодняшний день Принципиально Интересно работать С Драматическими Артистами И Сейчас уже Интересней Работать С Разновозрастными Артистами И Соединять их Перемешивать И так далее Есть в этом Какая-то Какая-то история Опыт для себя И Мне кажется И для Команды Которая между собой В этом В том или ином материале Встречается То есть мы все время Упираемся в интересно Ну а если это не интересно Тогда получается Это как раз Очень правильный подход Если интересно Делаю Неинтересно Делаю Да Так я понимаю Да Я сейчас вам хочу Процитировать слова Вашего художественного руководителя Чтобы вы их прокомментировали А потом вы их прокомментируете Слова следующие Репертуарный театр Должен погибнуть И погибнет Сказали вы Вы что об этом думаете Погибнет ли Значит повторяю Репертуарный театр Должен погибнуть И погибнет Сказал Олег Евгений Менчук Что думаете об этом вы Артист его театра Голубоко репертуарного Давайте начнем с мужчины Он же должен Болоситься первым Да Ну и мне кажется Есть такой подтекст в этом То есть не просто Репертуарный театр А уровень Нашего репертуарного театра И каким он сейчас является Мне кажется Олегу Евгеньевичу Есть с чем сравнивать И он имеет Наверное ввиду В этом смысле Хорошо что его здесь нет И мы можем Ну просто Мне кажется Не вообще сам по себе Это мое мнение По сути Он должен взять и погибнуть Потому что это Наша история Русская Только поэтому Нет Ну потому Я говорю что Репертуарный театр Сейчас у нас Как сказать Потерял свои Ну не знаю Культуру Свои корни Абсолютно Ничего нет общего Так же как Приведу пример С футболом Абсолютно Сейчас нет ничего То что было раньше Понимаете Да То есть Никто не играет Не бегает То есть все Ну ценности Поменялись Некому ничего доказать А про пуп Быстренько спрошу В Бразилии шансов нет Абсолютно Так Продолжаем Извините Продолжаем про театр Но не мог А что вы думаете Если была возможность Я бы не отвечала Но поскольку Нет Пожалуйста Нет 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 Я это сказала Я продолжаю Никто никого не пытает Да Мне кажется Вот одно Есть театры Репертуарные Прекрасные театры Я не буду называть Их названия Но Они другие Хотя Они много лет Они репертуарные Они не изменялись Грубо говоря У них один худрук Но Они скатываются И Приходят новые артисты Приходят новые режиссеры Приглашенные режиссеры Но Больше открытий не происходит Происходит только спад Есть плохие театры Есть театры Которыми руководят люди Там по сто лет Понятно Но это говорит о том Что театры вообще погибнут Репертуарные Или просто сейчас такой период Он закончится И будет другой период Только я не говорила Что есть плохие театры Я говорила Что есть Это я сказал Что есть Пагубно достаточно Какие-то Не плохие А пагубные Ну не важно Не важно Оставим так Это период такой И дальше все будет Или это говорит о том Что театры репертуарные Просто погибают Конечно Сейчас время такое И оно сказывается Период Как вы говорите А дальше будет все хорошо Ну Не факт Не факт Откуда я знаю Как будет Если Репертуарный театр должен погибнуть И погибнет Вы согласны Я нет Вы не уже понятно И футбол ведь возродится Ну когда-нибудь Да Когда-нибудь Должно это быть Или не хотите Отвечать Пойдем дальше Нет Не хочу Вот теперь Ликвидич объясняет Что вы имели ввиду Я имел ввиду то Что сказал Он погибнет Потому что Весь опыт театральный Мировой Европейский Нас учит Что он погибнет И должно остаться Два-три-четыре театра Которые будут репертуарными Как в Лондоне Ну как везде Есть театры А куда же денутся эти люди Вы знаете Это вопрос Это вопрос Который все задают Когда вот Говорили же про Вот какую-то там Революцию в театре Сейчас Когда даже из штата Невозможно никого Уволить Грубо говоря Понимаете Тут конечно А что делать с людьми Ну что делать с людьми Ну давайте Разводить болото Такое Мощное Вонючее В котором все тонут Постепенно Понимаете Невозможно Десять лет Существовать в одном коллективе Ну так не бывает Потому что Я еще раз говорю Теряются критерии Появляется История домашних радостей Артист сыграл хорошо Но только он один И коллектив знает Что он сыграет хорошо Зрители Которые приходят Этого не знают Потому что он играл Как плохо Так и как Но для себя Он какой-то успех сделал И он живет В каком-то Лживом Абсолютном мире В ощущении Что он Вдруг становится Все лучше и лучше Он не становится Лучше и лучше Просто ему На него смотрится Абсолютно Вы же руководители Репертуарным театром Я подрывать его Изнутри буду А люди А люди Вот эти все Что люди Люди работают Люди работают Вы знаете Это не от меня зависит Я еще раз говорю Я его один Взрывать не собираюсь И так далее Это исторический процесс Который идет Помимо Помимо нашей воли Мы никуда не денемся Мы придем к тому Что трупы Будут распущены Театры будут проданы В какие-то руки Потом будут сдаваться Собираться Трупы На один спектакль Как делается во всем мире На вест стенде На Бродвей И так далее Будет тот ужас Про который вы только что сказали Когда рассказывали Про свою компанию Когда люди будут Не знать Где хранить декорации Не, не, не Секундочку Сдается помещение Я играл на вест стенде Я играл полгода Даже больше Снимается театр И каждый день играет спектакль Зрители ходят Очень хорошо Не ходят До свидания Продюсер терпит убытки Платят неустойку И вываливаются Прочи из этого театра И приходит следующая труппа И когда это все произойдет Вот когда Вот мы ждем Но это произойдет Мы Не может этого быть Не может этого не быть Вот ваш артист Не согласен Ну хорошо Ну не согласен Ну и что Прекрасно Но будет все равно так Будет Будет Это не от нас зависит уже Сергей Я не могу вас не спросить Что вы об этом думаете Потому что вы относительно Скажем Относительно Олега Пришли недавно В театр То есть вы Я так понимаю Связываетесь с театром Как репертуар Но у нас другого нет Связываетесь Свою жизнь Или нет Ну так или иначе Я все равно Получается Как фрилансер То есть я пришел Сделал спектакль И по сути могу идти Дальше Ну вам есть куда прийти Вы пришли в театр Пушкина Пришли в театр Молод Есть куда прийти Ну Сегодня есть Завтра нет Это мне кажется Не столь важно Важен Не знаю Поиск Да Там Может быть случится так Что еще Случится какая-то история Да В театре Молод Погибнет русский репертуарный театр Не знаю Не могу сказать А я вам скажу Что система приглашения артистов Это уже начало разрушения Репертуарного театра Потому что когда приходят Уже сейчас приглашают Артистов Все время Да Все время А что это такое Это уже значит Не постоянная труппа Это уже значит Труппа Которая существует Она не устраивает Режиссеров Которые приходят Художественных руководителей И так далее Почему они приходят Эти артисты Они же не просто так приходят Вот сидят молодые люди Замечательные Кстати говоря У вас Я поздравляю вас Спасибо Очень хорошие артисты Замечательные люди Вы им рассказываете Ребята Вы пришли в место Которое погибнет Я им этого не рассказываю Ну как Вы сейчас Сейчас сидите И рассказываете Вы понимаете Куда вы пришли Мы придем Что завтра погибнет Пока еще ничего Это процесс Процесс Который Необратим Мы ничего сделать С этим не можем Ну знаете Ну как Ну ничего не можем сделать Все Скажите мне Правда Сергей Вот в свое время Театр играл Огромную В жизни людей Огромную роль Огромную Выходил Каллигула С меньшиком И ты просто Полный идиот Если ты это не посмотрел Потому что Ну это были там Какие-то спектакли Нежинский у вас Я вам еще раз вспомнил Нежинский Шли в какую-то школу Какое-то непонятное место Потому что Был Нежинский А сейчас Театр играет какую-то роль Или это просто развлечение Ну какое-то развлечение Для некоторого количества людей Умное развлечение Глупое развлечение Или все-таки Он играет какую-то роль Я думаю Я думаю, что он играет роль Какую В зависимости от того Спектакля От того театра От режиссера Ваши спектакли По крайней мере Я хочу Чтобы Зритель не был равнодушным И что-то Чуть-чуть как-то Зачем Стал Светлее Добрее А вы правда В это верите? Да Вот человек приходит В театр Смотрит спектакль И становится лучше Да Вы тоже в это верите? Это есть Том Ради чего театр Русский репертуарный Пока это есть Он не погибнет Что это репертуарный? Просто русский театр Русские артисты Почему он репертуарный Это обязательно должен быть? Почему он должен быть репертуарный? Отвечайте смело Не будет вам Я вообще смело Не будет Не будет Привечный человек Не будет Не Не, но это есть То ради чего Стоит Этим заниматься И вообще ради чего Этот театр существует Вот вы представляете себе Да, вот театр Ермолова Человек приходит Неважно Ну Ермолова Из той жизни Которая есть От того телевизора Которая есть Он приходит Он смотрит демона И улучшается? Ну, слава богу Если он задумается А почему нет? Если плачут Если плачут люди в театре Значит это уже Ну вот я вчера играл спектакль Люди сидели плакали Я видел Ну это же уже Значит с ними что-то происходит Значит они что-то Что-то в этот момент Что-то там щелкает Почему они плачут А значит Это говорит о том Что если пока люди Ходят в театр и плачут Не все потеряно Безусловно Безусловно А вы, Маргарита Почему молчите А я Вам не свойственно Очереди Вот пожалуйста Она пришла Россия Очереди А мне кажется Если честно Что было Друг Прошлый век Или Паза Прошлый век Вот тогда В театр ходили Потому что Потому что нужно было Потому что По-другому не могли А сейчас Немножко по-другому Мне кажется Если честно Но с другой стороны Немножко по-другому Как Не забывай Куда ходить-то было Да Ходить-то некуда было Да Смотреть некуда Телевизоров не было Интернета не было Вот театр-то и перли Конечно А куда же еще А сейчас как Ну конечно вы правы Я же вообще Не особо Не сдавайся Да я не сдаюсь Я добавлю только Что Я заметила Сейчас же ходят В некоторые театры Где очень громко О чем-то говорят Где У которых Очень твердая позиция Какой-то фундамент свой И приходит туда Такой зритель Который Ну грубо говоря Да Да Я такой же Как и вы Я тоже открываю Свой рот И Говорю И на этом Стоп На этом Остановка Дальше Я ничего не чувствую Я ничего не вижу Никакого результата Или Чего-то там Ну Мне кажется Вот такое Сейчас еще Есть такой момент Это тоже проходящее Чего Да Смотрите Знаете я что вспомнил Про Лермонтова Если вернуться Во-первых Меня потрясло Что во-первых В 15 лет Мальчик пишет Печальный демон Дух и знания То что осталось Во всех редакциях Перекочевало По всем редакциям По всем восьми Да Единственное что осталось Незыблемым Я в книге Бондаренко Прочитал потрясающую вещь В небесах торжественно и чудно Спит земля В сиянии голубом Как он мог знать Без всяких полетов Космонавтов О голубом Сиянии земли Ну кто ему это рассказал Ну вот действительно Если задуматься Ну а кто ему рассказал Когда в голову не приходило Да Ну вот он же Он же это написал А вот я в связи с этим Хочу вас Сергей спросить Я прочитал Что вы когда Стали ставить демона Вы естественно пошли Смотреть демона Врубелевского И это понятно Но вы пишете Что на вас Еще больше Оказало воздействие То что вы там Увидели иконы Третьяковской пиллерии А почему иконы Вы ставите демона А иконы Ну что сказать Что это связано Каким-то образом С вопросом Про глобую Сиянию земли Да Да Вот мы сейчас ехали В машине И к вам сюда На передачу Я вот тоже Олегу Генчу Рассказал Что на меня Произвело впечатление Перед началом Постановки спектакля Посещение Третьяковской галереи Зал в Рубеле И зал иконописи Но иконописи Гораздо больше Вы чего Не знаю Я вот прям Сел вот так И смотрел И Не могу сказать Что я ни о чем Не думал Но вот есть такое состояние Когда ты вроде сидишь Как в зависе И То ли питаешься То ли что Я не понимаю Но что Как-то это очень повлияло Я смотрел на Телики Смотрел на их Изображение Как они изображены Как Выглядят их Структура тела Позы Поворот головы Взгляд И так далее И в этом есть какая-то Сила А скажите Олег Евгеньевич Как вам кажется Человек Посмотревший спектакль Демон Придет домой Возьмет Левмонтова Ну хотелось бы Ну понятно Я знаю такого человека Это вы? Да После трех месяцев работы То есть кто-то Кто-то пришел Посмотрел И взял Посмотрел Моя сестра Она до этого Не читала что ли? Ну конечно читала Но этого я у нее не спрашивала Она посмотрела Премьеру И она сказала Я хочу прочесть Я приду Я прочту Боюсь что наверное Много чего не совпадет Наверное режиссерское Какое-то есть решение Какие-то сцены Наверное убраны Я говорю Да Дальше ничего не говорил ей Она говорит Ну я прочту И еще один человек Но это не театральный И мне кажется Он никогда не читал Демона Я думаю так и будет Я думаю Не повалено Но это такое будет Олег Менчиков Актер Театральный режиссер Народный артист России Трижды в лауреат Государственной премии России Художник Директор Московского Драматического театра Ермоловой Сергей Землянский Режиссер Спектакля Демон Сергей Кемпа Исполнитель роли Демона Моголит Толстоганова Исполнитель роли Тамары Но во-первых Я во всех случаях Не знаю как вас Меня очень заинтересовали Эти фрагменты Которые показывали И я Я никогда никому Ничего не рекомендую Но во всяком случае Мне кажется Это очень интересный спектакль Во-вторых Я Вот сейчас я Окончательно понял Что в театре Ермола Все происходит хорошо Потому что атмосфера Очень хорошая На самом деле Я вам хочу сказать Я видел разные варианты Когда худрук И актер Жить за одним столом Не всегда так происходит Как сейчас у вас Не всегда Сейчас произошло Все очень хорошо Мне кажется Что я не знаю Прав Ну на Менчиков Всегда прав Прав ли Менчиков Что театр должен погибнуть Но он пока существует Вот он сейчас есть И для меня спектакли Делится на те Создатели Которых уважают зрителя И на те Создатели Которых не уважают Зрители Считают их Необходимы И мы говорим Какие-то прописанные Исты То о чем Собственно говоря Говорили вы Вот мне кажется Самое главное Что происходит В театре Ермола И повторю еще раз Что там Зрители уважают Там ставят спектакли Исходя из того Что в зал приходят Умные Нормальные Вменяемые люди Исходя из этого Если мы умные Вменяемые люди То мне кажется Театр имеет смысл Поддержать Обещать Мы можем только одним Пойти в зал И посмотреть спектакль Например спектакль Демона Спасибо большое Всем кто был сегодня с нами С вами был Андрей Максим Всего доброго До свидания Пока Субтитры сделал DimaTorzok